всем привет мы продолжаем рубрику канала посвященную обзорам масштабных моделей военных грузовых автомобилей национальной народной армии гдр масштаб 1 к 43 официально это третья по счету масштабная копия неофициально 4 грузовик и здесь представлен tatra t148 и самая первая модель которую вам показывал в рамках данной рубрики была четырехосная tatra от xo models и на том грузовике не было отличительных признаков этой серии небольших наклеек на дверцах и впоследствии я подберу подходящие декали их наклею и тогда ту модель можно уже смело официально включить в эту серию и эту модель для премиум классикс разрабатывал modimio engineering известный бренд который разрабатывает модели для автоистория start skill models наборов avd models и также современной журнальной серии и получился довольно хороший тандем отличная разработка от modimio и также хорошая фабрика от премиум классикс которая воплотила все дизайнерские элементы в реальность и также по моим наблюдениям те модели которые изначально разработаны для премиум классикс и потом могут встречаться в коробках start skill models сделаны лучше чем те модели которые изначально разработаны для бренда ssm и впоследствии могут дублироваться в коробочках премиум классикс например у меня есть в коллекции один mask который также идет в коробке премиум классикс так у него качество намного хуже чем у этой tatra там и сборка хромает и покраска и такое ощущение что эти модели делаются на совершенно разных фабриках и здесь довольно большая коробка дисплей кейс взят от ssm только отличается картонная обертка логотип premium классикс на нижней стороне упаковки есть различная информация которая касается данного бренда естественно эти модели изготовлены в китае также есть логотип madimio есть наклейка с артикулом модели по которому можно найти ее в интернете и указан прототип tatra t148 и такой грузовик также продавался в обычном темно-зеленом цвете и на второй модели по-моему отсутствовал тент и также отсутствовали логотипы на дверях и у этого грузовика довольно интересный темно-зеленый полуматовый цвет и он не повторяется на других моделях например если посмотреть на отечественные грузовики у них отличается оттенок он более тусклый и также в основном российские грузовики покрыты блестящим лаком здесь повторюсь полуматовый такой сатиновый оттенок и также здесь в боксе находится специальный блистер который предотвращает повреждения модели при пересылке и это довольно тяжелый грузовик у него металлическая кабина и металлическая рама кузов и тент здесь сделаны из пластика плюс другие пластиковые навесные детали и те детали которые окрашены зеленой краской и сделаны из пластика немножко отличаются по тону от металлических деталей и это проблема на костромских изделиях видимо детали перед покраской не подготавливаются не наносится грунт и также здесь встречаются некоторые следы от литников и тоже это сказывается влияние костромского бренда обычно на европейских грузовиках таких небольших недочетов не наблюдается и давайте распакуем дисплей кейс посмотрим на эту татру поближе и у меня в коллекции есть несколько грузовых автомобилей татра и вчера на втором канале я делал видео обзор на первый грузовик от костромы это был самосвал татра 815 с 1 из набора avd models кому интересно можете посмотреть видеоролик и по большому счету детализация на этой модели очень схожа с тем грузовиком и если вы посмотрите на интерьер кабины то здесь все очень хорошо изображено окрашена панель приборов также окрашена рулевое колесо рукоятка переключения коробки передач сиденья дверные карты и у этого грузовика панель приборов окрашена серебристой краской установлены дворники из водотравления также на крыше присутствует небольшой лючок это отдельная пластиковая деталь установлены зеркала заднего вида и корпус зеркала отлит единым целым с ножкой но издалека смотрится вполне приемлемо также на переднем бампере установили габаритные усы хорошо сделана светотехника правда правая фара наклеена не очень аккуратно также здесь на передних крыльях установлены довольно интересные поворотники и вот такой формы осветительной техники до этого я ни разу не видел есть надпись статора на решетке радиатора и сама решетка это отдельная деталь пластиковая окрашенная в цвет кабины грузовика отдельный передний бампер также здесь есть дублирующие поворотники ближе к водительской пассажирской двери дверные ручки в виде пластиковых элементов также за кабиной установлен ящик и запасное колесо если вы посмотрите на колесные диски то они окрашены присутствуют сквозные отверстия и на современных костромских изделиях мне очень нравится как сделаны покрышки об этом я уже неоднократно говорил в своих видеороликах и видимо кострома научилась сделать хорошую резину посмотрите как смотрится боковая стенка отлично читается маркировка и также здесь отличный протектор и в принципе такую резину на мой взгляд нужно продавать в наборах avd дополнения и я думаю на нее будет спрос и это хороший конкурент более дорогим покрышкам от maestro models потому что не напасешься денег на харьковскую резину чтобы переобоить все грузовики а здесь получается более бюджетный вариант и конкретно на этой масштабной копии я не вижу смысла менять покрышки на более дорогостоящие также присутствует топливный бак под кузовом установлены брызговики задние колеса свободно вращаются и у этого грузовика как и у других tatar присутствует характерная косолапость и рама здесь тоже хребтовая как и на самосвалах tatar 815 s1 и когда я откручу эту модель от подиума вы посмотрите что у двух машин очень много схожих элементов также сзади установили прозрачные фонари присутствуют катафоты есть сцепное устройство оно не функциональное и у этого грузовика не отклеивается тент кстати мне казалось что он съемный но он по-моему намертво вклеен потому что его даже не снять с кузова и давайте открутим модель от подставки посмотрим как она сделана снизу и у шуко были похожие tatra t148 также обычный бортовой грузовик и я видел автокран и автоцистерну в нескольких вариантах исполнения и на мой взгляд у premium classic получилась более удачная модель если поставить рядом два грузовика то у шуко модель проигрывает в плане детализации и в плане передачи образа прототипа а стоят они примерно одинаково этот грузовик мне обошелся в свое время за 75 евро модель от шуко продается по-моему сейчас за 68 и у костромы не самые лучшие крепежные винтики у них обычно всегда сточена шляпка и эти модели сложно порой открутить от дисплей кейса но вот так выглядит нижняя часть довольно хорошо проработана и передняя ось и также задняя балансирная тележка присутствует выхлопная труба также просматривается окрашенный двигатель колесики вращаются независимо и они тоже прикручены небольшими винтиками к раме как и на модели tatra 815 s1 вот такой грузовик который я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видео обзора и пишите ваши комментарии если в вашей коллекции импортная техника в 43 масштабе собираете ли вы военную технику например автомобили национальной народной армии гдр или возможно вы собираете другие автомобили и также поделитесь вашими впечатлениями от этой масштабной копии если вам понравился данный видеоролик то не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке заглядывайте на мой второй канал там тоже выкладываются видеоролики и жмите на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале а на сегодня это все до новых встреч пока